Здравствуйте, меня зовут Самаленко Наталья. Идея этого сюжета родилась после того, как мне позвонил старый мой заказчик и попросил посадить ему малиновое дерево и вьющуюся землянику. Вначале я решила, что он меня разыгрывает. Тем более, что звонок тогда пришелся как раз накануне 1 апреля. Но выяснилось, что заказчик не шутил. В интернет-магазине он нашел такое интересное предложение и загорелся посадить у себя малиновые деревья на участке, а по забору пустить землянику. А что? Было бы неплохо. Гуляешь по плодовому саду и прямо с деревьев срываешь не только яблоки и сливы, но и малину. А беседку оплетает земляника с вот такими вот ягодами. Но, к сожалению, это из-за разряда фантастики. Ни малинового дерева, если только это не малиноклен, ни вьющейся земляники не бывает. То, что вам продают под видом вьющейся ягоды, ничто иное, как ампельная земляника. Великолепно подходит для выращивания высоких вазонок и подвесных кашпо. На сегодняшний день это может быть неплохой альтернативой многим однолетникам, так как цены на однолетнее кашпо иногда сопоставимы с ценой на коллекционные хвойные. А тут вы убиваете двух зайцев. И красиво, и полезно. Миф о вьющемся растении пошел из-за фотографий в интернете, где представлены целые пирамиды и столбы из клубники. Только принцип этой конструкции немного другой. В столбе есть специальные карманы, куда высаживаются растения. Карманы расположены достаточно часто. И когда земляника разрастается, то кажется, что она словно лиана плела столб. На самом деле усики свисают вниз. С такой конструкцией очень удобно собирать урожай. Но земляника в кашпо мне нравится гораздо больше. С деревом малины тоже все очень просто. Жизненная форма этого растения – кустарник. И этот кустарник никогда не превратится в дерево. Хотя бы потому, что ветка живет два года. А у деревьев ствол десятилетиями или даже столетиями. Однако есть такой метод прищипки, благодаря которому идет боковое ветвление. И очень отдаленно и притянуто за уши, можно сказать, что малина похожа за дерево. Обычно для этих целей берутся сорта с мощными побегами, которые почти не нуждаются в опоре. Способ прищипки элементарен. Просто прищипываете макушки, вызывая тем самым рост боковых побегов. В итоге, когда листва опадают, малина похожа на деревца, но очень отдаленно и очень натянута. Еще один миф, который хотелось бы развенчать – это колоновидные плодовые. Груши, персики и абрикосы. Спрос на них велик. У большинства нас с вами участки совсем небольшие. И мы хотели бы посадить плодовые так, чтобы осталось место под цветы или другие декоративные растения. Поэтому мы с радостью ищем, а затем заказываем все возможные карлики и плодовые с колоновидной формой. И если миф о вьющейся землянике и малиновом дереве родился от безграмотности, то колоновидные груши и персик – осознанный обман и мошенничество. Единственное, что на сегодняшний день существует – это колоновидная яблоня. Характеризуется она тем, что боковое ветвление очень слабое, и на стволе образуются плодушки. Чем-то такое растение напоминает облепиху, ягоды которой также облепляют ствол. Происхождение этой яблони очень интересно. В 1964 году в Канаде нашли дерево, ветка которого была без боковых ветвлений, но с большим количеством плодушек – кольчатки. Эту спонтанную мутацию размножили, и это положило начало дальнейшей селекции колоновидных яблон. Долгое время пытались и продолжают пытаться повторить этот фокус с другими плодовыми деревьями. Но еще пока ни у кого не получилось. А природа наотрез отказывается дарить такой подарок людям. Возможно, еще не настало время, а возможно, это просто не нужно. И только на просторах интернета можно встретить колоновидные груши, персики, вишни и прочую экзотику. На этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До скорых встреч!